Европейские рекомендации по профилактике рака Не курить, не использовать любую форму употребления табака Бороться с пассивным курением Поддержание нормальной массы тела Это уже диетические рекомендации Физическая активность, о ее значении я говорил Ежедневная физическая активность Нам кажется, что у нас нет времени, но мы просто ленивые А нужно двигаться 60 минут в день Здоровое питание, вот все, что я говорил довольно подробно Видите, здесь как очень коротко все перечислено Здоровое ежедневное питание Ограничить или не употреблять алкоголь вообще Не допускать избыточного солнечного облучения Особенно в детском возрасте Потому что ожоги солнечные в детском возрасте Это чрезвычайно опасно для развития рака кожи и меланомы в последующем А я помню свое детство Южный Урал Три месяца лета Я именно вот летние каникулы лучше всего из своего детства запомнил И меня мама отвозила к бабушке с дедушкой И так я ждал этих каникул И три месяца такого счастья Солнце, 333 дня солнечных дней в году Это станица Новосергиевской Оренбургской области В Оренбургской области 333 солнечных дня в году И жаркое солнце и первым делом полностью обгораешься, кожа слезает Мне казалось, что это нормально И более того, все, так сказать, мои сверстники Все подвергались этому То есть полностью обгорали Полностью облезали А потом такие негритятами становились И я таким негритенком возвращался через 3 месяца Представляете, сколько этого получил Если бы кто-то сказал, что этого делать нельзя Особенно в действии А вот сейчас вот боюсь Сейчас боюсь Не дай бог все это скажется Хотя я быстро склонен к загару То есть у меня вот этого фактора риска нет Чем быстрее человек загорает Тем ниже у него риск всех этих неприятностей Вот и солярий Пример из моей практики Долгое время ходила ко мне одна пациентка С маммологическими проблемами Замечательная, обеспеченная женщина Так она мне нравилась И вдруг приходит, я ее не узнал Черная, вся черная, вся Я спрашиваю, что такое А вот в солярии я, значит, видите, какая стала И я ей начал объяснять Рак кожи, меланома кожи Что это опасно И как ни странно, на нее это мало действовало Но когда я ей сказал, что это фотостарение кожи Ведь это же ее старение кожи Она как взвелась Я сейчас на них в суд пойду подавать Она же красавица А тут ее, значит, облучили за деньги И состарили ей кожу Я не знаю, подала она на них в суд Или нет Но вот это ее очень сильно задело Фотостарение кожи Инструкция по технике безопасности У нас огромное количество Вредных производств Уровень радона Мы все живем с вами в каменных домах А радон считается основная причина Основная причина Рака легкого у некурильщиков И усугубление Риска развития рака легкого у курильщиков Поэтому радон скапливается в подвальных, полуподвальных помещениях На первых этажах всегда скапливается Кирпич, камень все это выделяет Мы не в деревянных домах живем Поэтому ежедневное проветривание помещения Эффективнейшая мера Должно 12 раз Погласно Санпину В жилище 12 раз кубатура воздуха должна смениться В течение суток Делаем мы это с вами Делаем? Ну замечательно Да, но если ваши окна выходят на автостраду То еще неизвестно Делаете вы пользу или вред Вот, ну для женщин Для женщин Это все тут четко репродуктивно Поведение описано Я здесь со всем полностью согласен Кроме одного Вот посмотрите, что пишут Это дискуссии между Онкологами и гинекологами Онкологи пишут Это же все доказательная медицина Что менопазальная гормональная терапия Повышает риск рака Определенных злокачественных опухолей Ограничить использование заместительной гормональной терапии Это говорят западной женщине 90% из которых Находится на менопаузальной гормональной терапии Бомба взорвалась, бомба Во-первых, риски всех остальных локализаций Кроме рака молочной железы сняты Не доказано это Это метаанализы А метаанализы Показали, что повышается Только риск рака молочной железы Повышается не слабо 5 лет приема примерно на 25% Повышается риск рака молочной железы Но это люминальные раки Это благоприятные раки Поэтому своевременный мониторинг Своевременное выявление рака молочной железы И щадящее, в том числе в экономическом плане, лечение Вот и все И решение проблемы Нужно всегда взвешивать баланс пользы и вреда А вот баланс пользы От менопаузальной гормональной терапии Он значительно выше, чем баланс вреда Это качество жизни Это продление молодости женщины Женщины же за молодость все отдают Вот поэтому Это улучшение качества жизни Это борьба с горячими приливами Вот страшно же смотреть на этих женщин Которые машут на себя вверх Борьба с выпадением волос С другими вегетативными расстройствами Борьба с нарушением сна Все это прекрасно Менопаузальная гормональная терапия Корригирует практически в 100% случаев Дальше Следующее ослаждение Это мучеполовые расстройства Вплоть до недержания мочи Вот Сухослагалища И так далее И так далее Тоже все это предупреждает Менопаузальная гормональная терапия Поэтому женщины счастливые, что она у них есть У мужчин она тоже есть Но она гораздо менее изучена А дальше Инфаркт и инсульт и остеопороз Вот поэтому польза От менопаузальной гормональной терапии Значительно выше, чем Ее вред Но у нас менее 10% женщин На менопаузальной гормональной терапии И слово гормоны женщины боятся Вот как слышат слово гормоны Вот какая-то женская психология Наших российских женщин На этого боятся и все Сколько ко мне приходило женщин Что вот значит Наступает менопауза Выраженная клиническая симптоматика Климактерических расстройств Это прямое показание Для менопаузальной гормональной терапии Не хотят принимать гормоны Вот гинеколог назначает Не хотят принимать и все Вот что мне делать значит Ну давай витамин Е в высоких дозах Климадинон и так далее Но все это Вот и поэтому Не хотят наши женщины Менопаузальной гормональной терапией Заниматься Это большая ошибка И гарантирует своим детям Участие профилактических прививок Можно вирус попелома человека И гепатит B Да, который Это предраковое заболевание Для рака печени Поэтому здесь можно привиться Ну и наконец Участвовать В организованных программах скрининга А их осталось всего три Это рак толстой кишки Мужчины и женщины Молочная железа и шейка матки Алгоритмы как международные Так и отечественные я привел И смотрите Опять же женщины Какие счастливые Для нас всего Рак толстой кишки Всего одна программа С доказанной эффективностью А для них целых три Не только толстая кишка А молочная железа и шейка матки Но в данном случае Мы еще более счастливы Шейки матки у нас вообще нет А рак грудной железы Это большая редкость Все-таки для мужчины 70 тысяч женщин В семнадцатом году заболело И по-моему Триста с чем-то мужчин Заболели раком грудной железы И наконец Настораживающие симптомы рака Это тоже предмет Социальной рекламы И за этими Все это не специфические симптомы Но когда они появляются В западной медицине Рекомендуют сразу Идти к врачу-специалисту-онкологу Минуя врача общей практики Потому что за этим Может скрываться рак И Не обязательно В далеко зашедших стадиях И вот здесь До появления припухлости и болей В области мягких тканей и костей Это все международные рекомендации А вот припухлости и боли В области мягких тканей и костей Это я добавил Отсебятину Это не В международных рекомендациях Этого нету Потому что вот у нас В институте недавно была защищена Кандидатская диссертация Или даже докторская Не помню Но я член ученого совета Так вот 90% Поступивших Сарком Мягких тканей и костей Год и более Лечились у травматологов У ортопедов У физиотерапевтов По поводу Каких-то болей Припухлости В области суставов В области мягких тканей В области костей И как правило Только когда появлялись метастазы Доктор вспохватывался И отправлял К онкологу Поэтому Если это появляется Ни с того ни с сего Ни после никакой Либо травмы И так далее То это тоже Можно сюда поставить Своевременное обращение К врачу-онкологу Продолжение следует...